Создание Это Мне представляется, что очень хорошо Что мы все-таки представляем Материалы, касающиеся Нобелевских премий Последних Нобелевских премий Хотел бы обратить внимание На школах по ядерной физике Примерно 45-е Или немножко даже больше Это в Петербурге Ганчино проводят Каждый год зимние школы Так там каждый год Представляется материал По Нобелевским премиям То, что в последнее время Там 10 или 12 лет было Начиная С премии Резерфорга И вот каждый год Может быть, к этому тоже было бы интересно вернуться Потому что мало кто знает Что было Что собой представляли премии тогда И что было сделано Да, пожалуйста Да, мы сегодня О Нобелевских пунктах Я могу это еще поговорить В этом году Нобелевские лауреаты Это бельгиец Фонтуар Англер И Ну вот он Родился В Бристоле Работает Работал В Лунинбурге То есть Гражданин Великобритании Ну, решение Эти лауреаты Лауреаты Как мы видим Дожили Ну, они еще молодые Виталию Ладовичу Лунинбургу Атлас и ЗМС В этом чуть дальше Вот смотрите Многие люди Обращают внимание Что в официальном Сообщении Церна Как бы там было так Ну, не простая Написано Новые результаты Говорят о том Что новая частица Базон Но в тексте Чуть дальше Говорится Что новая частица Все более и более похожа Становится похожей На базон Ну, вот это было Как бы 7 октября 2013 года 8 Было Объявлено Признание Нобелевских премий Англеру И Хитсу Причем Второй раз За Свою историю Нобелевских премий Более чем Столетняя Не могли найти Нобелевского Лауреата Чтобы ему Сообщить об этом Первый раз Это было В 21 году Катайск-Карейнштейн Но его тогда Так и не нашли И Нобелевскую премию В 21 году Никому не присутствовали Но здесь решили Найдеться Мол Хиггс И присудили После чего Он исчез Уже Уже Был неуводим Так Вот Что такое Атлас И Сиэнкекс Вот 27-метровый Ватт День окружности Большой огромный коллайдер И вот Два детентора Огромных Атлас И Сиэнкекс Вот Я Привожу картинку Вам Этого Атласа Здесь вот Фигуры человеческие Видите Вот Немножко Развеличится Ну вот так они Вот так На удивление Они работают Эти детекторы Удивительно Ну настолько хорошо Что никто даже И не надеется Ну вот Женщина Фавелла Шанотти Руководитель Группы Атлас Она Вот делала Доклад На семинаре Рассказывала Результаты А вот это Джо Инкантелла Руководитель Группы Сиэнкекс И вот Было Объявлено Вот Что мы Наблюдали Новый Базон С массой 125,3 Телла Плюс-минус 06 Статистическая Результат 4,9 Сигма Это очень Важные Вот эти 4,9 Сигма Это означает Что Вероятность Того Что это Какой Случайный Результат Это Меньше Чем Одна Десятитысячная Процента То есть Это имеется Ввиду Что вообще Наблюдали Новый Базон То есть Ну Они Экспериментаты Договорили Что Если 5 Сигма То Это Открытие А если 3 Сигма Это Только Наблюдение Так вот Со Статистической Значимостью 3 Сигма Ну 2,9 Вот Видели Базон Хигса До Церна На Теватроне Но Об этом Не Чуть Дальше Ну Вот Что Видели На Большой Дальше Вот Когда Они Изучали Распределение Фотонов Присолкновение Протона И протона По По Массам То есть Определяли Массу Той частицы Которая На Эти Фотоны Распадалась То Конечно Огромный Фон Фотонов И Вся Дальше 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 Был Хорошо Виден Максимум Вот Ну Так Это Картинка Как эти Фотоны Летят По сравнению Со всем тем Чего там Еще Неизмерное Количество Вот Картинка Семесовская Здесь Изображены Отношения Наблюдаемых Сечений Ну Например На два Камма На два Тау Лептона И С Предсказанием Стандартной Модели Ну Вот Здесь Написано 20 З Но Такого Не может Быть Поскольку З Это 90 Д Масса И Не Можем 125 Распад Ну Это Как бы Условно Написано На самом деле Это Распады На 4 Лептона На которые Распадаются Вот эти Ну Вот Видно Неплохое Согласие Вот Это Единичка Ну Как бы По теории Вот это Все должно Попадать В единичку Вырвались Фотоны В сторону Но Никакой Катастрофы В этом Нет Это Нужно Просто Думать Почему Они Вырваны Так Вот Фернелаби Было Объявлено Что тоже Наблюдали Новый Базон С массой 125 Это Безусловно Было Раньше Чем В Большом Матронном Коллайдере Поскольку Теватрон В 2011 Году Приказал Долго Жить Ну Его Просто Закрыли Об этом Чуть Дальше Так Ну вот На Теватроне Похожие Картинки Тоже Фотон Вырвал Все Фотоны Ну вот Вот Сравнительно Одни Картинки С другими Но Эти Картинки Намного Лучше Потому что Тут Видите Другой Масштаб Потому что Тут Троечка Вот Где А Здесь Троечка Вот Фотоны Вырвали Картинки Но Зато Такие Огромные Усы Так Вот Просто Я Хочу Показать Теватроновскую Статью Она Вот Авторы Сколько Там Авторов Ну Это Далеко Не Все Вот Если Посмотреть Вот Три Две С половиной Страницы Авторов И Две С половиной Страницы Организаций Которые Они Эти Авторы Представляют Ну А дальше Уже Идет Садья Картинки И все Так Ну Вот Я Вам Хочу Привести Пример Что Не Всегда Считали Сигмы Пример Бесспорного Открытия Без Всяких Сигм Это Опыт Мейнштейна Дегааза В 1915 Замечательный опыт В этом семестре Я выполнил Зятем Лоренца Дегааз был Зятем Лоренца И поэтому Меньше С ним Как бы Делал Эксперимент Дегааза Просил Чем хозяйка Занять Ну Дегааз Очень Известный Экспериментатор В будущем Ну а так Вот у них Прекрасный С научной точки Зрения Эксперимент Мы надежно Доказали Существование Молекулярных Токов Ампира Которых С природой Вообще Нет Пределы Погрежности Эксперимента Около 10% Теория Подтверждена Во всех Детах Так Так вот Посмотрите Что они намерили И что должно было быть Ну это Из доклада Эйнштейна Картинка Тут очень хитрое устройство Цилиндрик Подвешивался Намагничивался Ирделся Это вот Как это выглядело Значит Они измеряли Отношение Магнитного Момента Электрона К механическому Магниту Но они были Уверены Что тут Вот будет Е На МС Множить И же равно Единиц Поэтому Как только у них получалось Например 1.48 Мы тогда Дегас Рассказывали Отпрасывали этот результат Ну Эксперимент Ошибка Эксперимента И получили Вот 1.02 Плюс-минус 0.10 На самом деле Это Ж равно Вот Двойке Это Аномальный Магнитный Момент Который В настоящее время Известен Высокой Точностью Но это В общем Как будто бы Расстояние Толуны Точной Техни С точностью До 1.10 Элемента Ну это один Замечательнейший Современный Экспериментальный Результат А это Это тоже Открытие И замечательный Эксперимент Но В общем Ошиблись И в эксперименте И в теории Но открытие Было сделано Никаких Сизм Так они считали Ну вот Семинар Ценри Ценри 4 июля 2012 Года Когда было Отъявлено Об открытии Что Открытие Сделали Кто Эйнштейн Ну как же Они же Занят На В Сумели Измени Прайм Под обладатель Смертный Собрак Всего Экспериментного Центра Экспериментного Следований Обил Экспериментного Открытие Теоретически Рассчитанной Ну до сих пор Не найден Частицы Обороны Стикса Считается Что он Поможет Науше Дать Ответ Чемпион На Все Ранее Неразрешимые Вопросы Мироздания Это событие Думаю Мы все Можем Градить Случившимся Это и новое Начало Полагается Открытие Будет иметь Мировое Значение И оно Произошло В правильное Время У нас Есть повод Для Экспериментного 83-летнего Доктор Питер Фикс Именно Который Был На основе Открытые Элементы Не Встревает Эмоции Он Еще В 60-х Годах Вернулся Однажды Спортбулки В окрестности Теоретически Предсказал Существование Так называемой Частицы Бога Я на самом деле Удивлен Что все это Происходит При моей жизни Я даже И представиться Такой не мог В самом начале Более чем 40 лет Тома назад Люди Понятия Не умели Что они Вообще Ищут Отвели Поиск Базона Хикса Был одной Из главных Целей Строительства Большого Огромного Коллайдера Гигантского Ускорителя Элементарных Частиц Теперь Если Открытие Подтвердится Ученые Получат Недостающий Элемент С элемент Теории Элементарных Частиц Так называемой Стандартной Модели Согласно Ей Базон Хикса Отвечает За массу Всех Других Элементарных Частиц Так Что касается Эйнштейна И Дагаза Ведь они Открыли Проявление Магнитного Момента Электрода О котором Еще никто Не знал И никогда Продемонстрировали Что Он Вертелся Цилиндрик Перемагничивался А дело Уже Точность Это Вскоре Десятки Людей Перемерили И Голубу Получили Это уже Второй Второй Вопрос Открытие Это было Сделано Но они Правильно Понимали История Электрода Вопроса Эйнштейн Хотел Доказать Что Молекулярных Токов Амфера Нет Тем Самым Он Хотел Провергнуть По Поклантовой Механике Что Должны Токи В модели Бора А Ну как-то Нехорошо А Понятие Вкрытия Оно было Призвано Или Бойко 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 Сколько С этой Бойко Было Крови Крови Пока Поняли Откуда Она Берется Бойко 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 Замечательная Работа Беспотная Теперь Объявление Объявление Но Обратите Внимание Что Нобелевский Комитет Правильно Формулирует Но Обычно Все Свердят Что Басон Хикса Дает Массу Всем Частицам Во-первых Не всем Частицам Нужно Давать Массу А во-вторых Он Не всем Дает И вот В Нобелевском Решении Сказано Что за то Что он Дает Объявление В этом случае Массу Некоторым Частицам Ну вот Нем worse Свету Свет dozens Академ Узüf Зенено ДидсPlease Огвар anti-Pутill Штат Прессvakна Оглев Пратер Комитет Убия Универсия У fundament Универсия 原ът Именно Э cm Т mieux Квидение he Днов Счоб day Орб Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он до сих пор рисует прозрачки И там где Хиггс делал Нобелевскую лекцию Там видимо не было прибора прозрачки Сейчас его трудно найти Поэтому Мобелевская лекция была без всяких иллюстраций А у Англера вот отрывочек небольшой Ну как просто это произойдет Мобелевская лекция Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы об этом поговорим Что у него виток Вот он просто прочитал некий текст Который на экране показывали Ну первую историю Ну первую историю Ну первую историю Я не пытаюсь объяснить Как вы объяснили физику Я думаю, что Франсуар Онле Он сделал это очень хорошо Ну вот так показывали его лекцию Текст уже сразу же выложили, конечно Да, дело в том, что Хиггсу было на что излить свои обиды В общем, и мы об этом сейчас поговорим Значит, он как бы потренировался До этого он несколько раз читал лекцию Моя жизнь как Базона Она есть в интернете в разных вариантах Прозрачки у него одни и те же Но он просто в разных местах рассказывал Так вот о чем он рассказывал Вы смотрите В 1961 году Голстон сформулировал теорию Если теория инвариантна Относительно некоторой непрерывной группы А вакуум не инвариантен То в теории появляются безмассовые упомяки Было предложено несколько убедительных доказательств Вот, дальше Ну, тут я хочу показать Что бы и теория привести Когда Арнольд пытался Ну, еще был совсем молодой человек Или даже постарше Напечатать свою статью Работу о геопатических инвариантах в женстве То ему ее отдали Сказали, не подходит она для женства Просто... И он отправился к Леонтовичу Который был друг в семье Арнольд И пожаловался ему Вот, одобрил решение Ну, сказал, что Димка, как же ты мог в статье по физике Употребить слова, диарема и доказательства И Арнольд пишет, что Потом я хорошо это понял Что нельзя в физике употреблять слова, диарема и доказательства Потому что вообще вот люди, которые Ну, есть такое уважение к логике Но логия, физика часто логична Потому что у нас неполнота данных Когда мы что-то в физике хотим понять И их как бы двусмысленность И логика на таком материале плохо работает И вот ошибка Голстона была в том, что это назвал теоремой Это вызывало, ну, я хорошо помню И, ну, вот, есть люди, которые могут подтвердить Какое благоговение вызывала эта теорема Никто не понимал, но все млели и благоговели В общем, безусловно И вот нашелся один человек Как мы увидим, он вреднючий человек И хоть он великий физик Но он очень много сделал для того, чтобы Ну, навредил физике высоких энергий Так вот, он написал статью Который правильно сказал, что в теории Барлина Купера Шлиффера Есть возможность избавиться от дерева Голстона С помощью некоторого механизма Это и был механизм Хиггса Но не настолько ясно выраженный Как это было сделано Хиггсом В ответ появилась статья Вот, Уолтера Гилберта Что, вообще-то это правильно Но в релятивистской теории Такой возможности нет А теория терема Голстона Доказана релятивистской теорией А Питер Хиггс Вот в чем его было открытие Что такая возможность есть и в релятивистской теории Интересно, что Уолтер Гилберг Это американец Который окончил асперантуру у Абдуса Салама Потом вернулся И в 64-м году он был ассистентом Швингера И в этом же году он запросил физику Хотя вполне успешно в ней работал И стал регулярным геологом И где он добился очень больших результатов И в 80-м году за свои исследования ДНК Получил Нобелевскую премию Ну вот, я тут написал, что Питер Хиггс посягнул на святое На теорему Голстона Привел пример, как принятие Теория с оборки Барик Поэтому и Нобелевская лекция у него так называется Избавление от теоремы Голстона И вот его прозрачка Из его лекций Вот Моя жизнь как Базон Значит Вот страничка называется Случайное рождение Базона Он здесь рассказывает Он с 60-го года работал В Годенбургском университете И у него кроме научных всяких И преподавательских обязанностей Была еще обязанность в библиотеке Разбирать журналы новые Ставить на них штампы библиотечные И раскладывать по полкам И так он пишет, ну и рассказывает Что ему в руки попала статья Гильберта И тогда он сообразил, что вообще-то Гильберт не прав И написал статью на три странички Которую отправил в физикслей И статья была принята Затем он более подробно Развел то, что он в этой короткой статье написал Еще на три страницы Или даже на четыре Ну это все можно увидеть легко В свободном доступе Статья была отвергнута Он был в шоке Ну как же так Это приняли, где я говорю, что можно Избавиться от теоремы Достоуна А когда я показываю, как это сделать Отвергают Но ему отвергли как статью Не имеющего вообще никакого отношения к физике И тогда он в сердцах Добавил несколько строчек Что вот если вот это поле, которое я рассматриваю Проквантовать, то возможно Можно наблюдать Векторный Нет, он подчеркнул Сколярный Что это у меня было правильное предсказание И векторный базон Ну вот Векторный Это который массу приобретает И вот Он послал статью Теперь уже с языковой ревью Леттерс И она была принята Ну вот тут он пишет Что лицензент, которым оказался на МГУ Указал Что Уже В тот день, когда Статья Хиггса пришла в редакцию Вышла статья Англера и Браута И рассматривалась тоже странно Ну а потом еще три человека Так вот Ну это Отрывок Из его Верции Моя жизнь как басона Ну верхнюю часть я Пересказал А вот Стоит еще остановиться и На нижней Он Рассказывает Как Он Был приглашен Клинстон Фримен Дайсон Заинтересовался его работой И пригласил Но Клинстон Ему сразу же Заявили Что Ну то что вы будете Рассказывать Определенно неправильно Потому что мы тут С помощью С со звездочкой Алгебры Строго доказали Терему Голсту Я не понимал что такое Ц Со звездочкой Алгебры Но я думаю Что они просто Ну так даже еще Подумал Что скорее всего они Заложили в аксиомы То что они потом доказали Потом Он отправился Гарвард Но там Сидней Кулумен Который Специалист В этих вещах Аудиторию Хорошо подготовил И сказал Что вот тут приедет Один идиот Который нам что-то Будет нести А теореме Вот Нужно его Расквощить Ну и вот Хиггс Говорит Что и там и там Хотели Позабавиться Но и я Позабавился Потому что его Построение было Настолько простым И очевидным Что никто ничего Возразить не мог Мы потом посмотрим Что же он сделал И вот этот нижний кусочек Я сейчас приведу Как он Рассказывает И в этом случае Перед вами Проверили Я вам собираюсь Нашими Виталий Вообще Виталий Виталий Незавидолько Познавидцев Голстен Виталий Мир They could prove rigorously using C-star algebras. Well, I didn't understand C-star algebras, but I didn't think it was possible that they could prove that without hiding something in their axioms. At Harvard, the atmosphere was very different. Это было более диалог с зрителем, чем в семинаре. Я все равно смеялся, когда я встретил Сидди Коми, что они были надеялись к терять этот идиот, который думал, что он мог вернуться к Голлстону. Они были очень веселыми. Но я тоже был веселым. Потом, я говорил, что Хиггс потерялся, исчез. Дело в том, что ругали не только его. Всех шестерых, которые сделали, их всех ругали. И от того только им не доставалось. Ну, Хиггса нашли. И сейчас я хочу сказать пару слов о том, от чего Хиггс уже долгие годы страдал. Ему страшно не нравится, что бозон, который назвали бозоном Хиггса, называют частицей Бога. То есть, это действительно предел глупости, которая может только быть. Так вот, как я показывал книжку, хорошая вообще книжка, написанная человеком, который много поработал, чтобы разобраться во всей этой истории и физике. И он много встречался с Хиггсом и с другими участниками этой истории. И там библиография хорошая. Так вот он пишет, этот писатель научный, что ничто не смогло бы сплотить физиков больше, чем глубокое отвращение к словам Бозон Хиггса – это частица Бога. То есть, тут все единодушные. Может быть, есть какие-то исключения, но я не знаю. И вот откуда возникло это слово? Вот книга в 93-м году вышла. Частица Бога написал нобелевский лауреат Леонид Легерман и вместе с писателем научным Диком Крейсом. И вот они объясняют откуда. Они назвали частица «проплятая Бога». Ну, поскольку частица неуловима с таким скверным, ужасным характером, что сколько денег надо тратить, чтобы ее как-то поймать. Ну, редактору мне понравилось. Ну, пришлось идти на уступки редактору. Ну, я бы восстановил там заглавие, как книжка должна была у нас называться. Допечатал бы три буквы. Ну, вот так. Такая грустная история. Но механизм... Этот был назван нобелевским комитетом. Бэк-механизм. На самом деле его надо было бы назвать Динбург, Вандау, Априкосов, Андерсон, Браун, Энглер, Хиггс, Буранник, Гиббхаген. Механизм. Когда Хиггс об этих вещах рассказывает, он все нижние фамилии распределяет по алфавиту и вот так. Ну, вот почему-то Гилбург, Вандау вообще никто не вспоминает Априкосова. Хотя там буквально то же самое делается и намного больше и интереснее. Ну, вот здесь стоят, вот, это Киббл, это Буранник, это Хаггель, это Азглер, а это Браун, который двух дней дожил в 2011 году. И вот сейчас я хочу, о роли Андерсона во всем этом деле мы уже сказали, а вот в начале, то есть в конце 80-х годов, Андерсон стал сообществом физиков противоречивой фигуры, поскольку он приложил несметное количество усилий для того, чтобы убить сверхпроводящие сотни школы. Он объяснял Конгрессу, что никакой практической пользы, никакой фундаментальной истины там не откроют, и все это очень дорого, можно сказать, гораздо дешевле. И когда проект был закуплен, он говорил, что он сожалеет только о том, что Конгресс все это разрешал, и что этот проект консуществовал так долго. Десятки тысяч людей уже работали. Так что, вот так, и он провозгласил принцип, доллар за доллар. Вот он говорил, вот наша физика, физика твердотельная, она выход дает, а что вы дает, и за что вам деньги заходят. Да, так вот, просто пару слов сказать. Это тоже был коллайдер протонно-антипротонный для поисков ботонов. Он в штате Техас неналеко от Далласа должен был построен. Так, вот смотрите, после этого коллайдера называть это Церновский большим даже как-то и неудобно. Вот смотрите, вот это большой огромный коллайдер, 27 километров. И вот это СССИ, вот, 87 километров. Вот там неподалеку Даллас, где-то вот в этом масштабе. Даллас примерно такой величины, как вот эта вот вся площадь. Значит, это было прорыто 30 километров туннелей. Теперь уже трубы залезены и поставлены, по которым частицы гонят. Ну, все это было, в общем, брошено, превратилось в груды металлолома. Вот, ну, это как бы туннель, как до него добираться. Ну, вот, чему привел принцип Даллас за голову. Вот видите, все это уже внутри залито водой. Совершенно безотражное зрелище. И вот Теватрон, ну, он поменьше, его как бы, он все-таки свое отработал, но еще бы хорошо мог бы поработать. Но из-за нехватки денег он был закрыт. Бедная страна, денег на науку нет. На такую, которая доллар за доллар не дает. И вот я хочу показать вам Раймонда Дэвиса. В 2002 году получил Нобелевскую племию за то, что успешно по методу Пантекорва 30 лет ловил нейтрино. Пантекорва, когда спрашивали, почему ж ты не делаешь того, за что вот другие люди Нобелевские племии получают. Но Леон Либерман получил Нобелевскую племию за то, что он доказал экспериментально, что неонная нейтрино отличается от электронного. Идея, как это сделать, была в Пантекорва высказана. Как вы видите, нейтрино от Солнца тоже Пантекорва, в общем, предложил хлороргонной гене. Но Пантекорва говорит, вы знаете, стыдно сказать, меня ни к ускорителям, ни к реакторам и близко не подпускают. То есть режимщики считали так, их продал и нас продал. Значит, и близко нельзя подпускать. Я, несмотря на то, что он там секретарем парт-организации, работал долгие годы. И, в общем, такой был советский человек, настоящий. Ну, в общем, это грустная история. Но я же самого важного не сказал. В 68-м году Райманда Дэвиса в Москве суковидной спросили, сколько же стоит все ваше безобразие, вот закопать огромную цистерну, вот подземлю на полтора километра, ловить нейтрино. Он сказал, 10 минут времени на коммерческом телевидении все это стоит. 600 тысяч долларов. Я поинтересовался, сколько стоит минута рекламы на интернет. До 200 тысяч долларов. Представьте себе, от 17 тысяч до 200. Когда там какая-нибудь популярная программа, то намного дороже. И вот, куда еще уходят деньги? Вот, например, информация, ну, это я не знаю, насколько она верна, но вот, я думаю, что недалеки от виски какие-то. Ну, вот только на кондиционеры. Там уже жарко в Ираке и в Афганистане. Соединенные Штаты на работу кондиционеров ежегодно тратят 20 миллиардов долларов. Ну, вот, вот так. И вот, прощание, спасибо, проводящим супер-коллайдером. Вот там, ну, тут собрались, разумеется, далеко не все люди, которые там работали. Ну, и вот тогда люди сами. Очень много написано, что физика и физики не нужны этой стране. Сегодня мы живем хуже, чем завтра, но зато лучше, чем завтра. И здесь, я думаю, что можно минуту уделить некоторой песне, которая инвариантно, как бы, во всех, не только для нас. Мы вот послушаем. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 на старой площадке главный корпус, вот в этом здании впервые в мире в 1935-1936 годах ученые УТИ Лев Васильевич Шубников, Владимир Игнатьевич Шапкевич, Георгий Дмитрий Шепелев и Юрий Николаевич Япинин экспериментально открыли явление сверхпроводимости второго рода, базу Шубникова. А это вот кусочек большого огромного коллайдера, где используются магниты из сверхпроводников второго рода. Но мне трудно не упомянуть трагической судьбе Шубникова, который 6 августа 1937 года был арестован, в ноябре расстрелян за то, что проводил предельскую работу в лаборатории низких температур, догнался во всем, что он, диверсант и вредит. Так, а теперь вот смотрите на механизм Хиггса, это уже работа Хиггса. Один к одному уравнение. Единственное, что абсолютно ничему не мешает, что производная здесь по четырём координатам, по времени тоже. А остальное всё буквально одно и то же. Вот. И возникает масса скалярного базона, это масса базона Хиггса, и масса векторных частиц. Ну вот, то, о чём он и рассказывал в своей лекции. Вот. Моя жизнь под базона Хиггса. Да, ну здесь вот употребляются слова нарушения, спонтанное нарушение симметрии. Ну это до смешного просто, это вот фаза волновой функции может лежать вот здесь вот, на дне, так сказать, вот этой бутыли винной, как её называют, в общем, в любом месте она лежит в каком-то фиксировании. Так, ну вот теперь, ну вот если мы посмотрим, вот масса базона Хиггса, 125-126 Г, а масса W, Z, базона, вот такие, 80 и 91, и посмотрим, что такое синаляр, это будет масса векторного на массу Хиггса. Ну вот она где-то, вот единица, это граница между первого и второго. Ну, в общем, на самом деле, некая неопределённость возникла, потому что механизм Хиггса немного сложнее здесь, когда вот массы Дубиле и Z отъясняют. Ну вот, посмотрите, что в течение многих лет рассказывал Хиггс, но вот видно, что один к одному то, что мы их с вами вот только что рассмотрели. Ну, раньше, что вместо А и В, альфа и В. Так, а дальше всё. Теперь вот давайте поговорим о калибровочной инвариантности. А Голстон при чём? Что? Голстон при чём? Да, да, Голстон будет. Честно. Вот что такое калибровочная инвариантность. Калибровочная инвариантность возникла в слово калибровка. По-русски это говорит «ширина калии». А вот немцы, англичане говорят «калибровка». Ну вот когда из одной страны лежать в другую, нужно рельсы менять. Николай Павлович, царь, который был, когда его спросили, какой ширины делает калию, он сказал «на полфунта больше, чем у них». Ну, это действительно казалось разумным. У немцев были большие проблемы, когда они вот Советский Союз оккупировали. И, в общем, ну, надо было, не так просто было говорить. Да. Ну вот, калибровок, оказывается, существует по крайней мере 16. Вот видите, карта мира, где-то и калии. Ну вот. iPhone по-немецки, Dage по-английски, калибровка. Ну, по-русски калибровка, ширина калии, синонима. Теперь, что? Вот нарушение калибровки. Ну, это вот так поднимают вагон. Или под землей бывают вот эти тележки. Выкатывают колесу, тележку с одними колесами. Выкатывают в другую. В общем, целое дело не мало. Так, ну вот. Тут мне трудно удержаться, чтобы не привести пророческие стихи Николая Александровича Добролюбова, который 25 лет умер от туберкулеза. Но человек был необычайно плодолитый. В 1858 году он написал 75 статей. Вот. И кроме того, он писал еще и вот всякие стихи. Ну, про кусочки. Не пойдет наш поезд, как идет немецкий. То соскочит с рельсом силой молодецкой, то обладит насык, то восток продает, то на встречный поезд к Ухарске направит. Ну, вот. Такое у нас получается. Теперь вот давайте посмотрим, это уже ближе к настоящей калибровке, астрономическое время и параллельный перенос к нолям. Вот давайте будем время мерить на часах, у которых 24 часа. Таких моделей часов несметное количество. И время мерить в радио. И будем вводить астрономическое время в каждой точке Земли, такое, чтобы у нас Солнце в данном месте ровно в полдень было на максимальной высоте. И вот если мы это время определим, оно будет зависеть от x, y. Но мы можем Землю отобразить на x, это ничего не изменит. Это будет время на гриническом мириане, скажем, ну, на той его стороне, где сутки начинаются. И плюс некоторая функция θ от x, y. И давайте вычислим производную от этой θ и назовем ее векторным потенциалом в кавычках. Да, ну вот, для того, чтобы вычислить θ в Хельсинге, нужно взять θ в Халькове и некая δθ. δθ, это будет k от x dx. И вообще, здесь нельзя взять интеграл от точки 1 до точки 2, получится интегрируемая фаза, независимо от контура, будет θ 2 минус θ 1. Так вот, с одним исключением, если мы возьмем контур вокруг полюса, то у нас мы пришли в другую точку, у нас надо добавку 24 часа, сутки прошли. То есть, на самом деле, вот по любому фиолетовому такому контуру у нас, по замкнутому контуру 0, а вот по вокруг полюса не всегда по замкнутому полюсу. В общем, получается 2 минусы. На самом деле, вот этот явиальный потенциал, это буквально такой же, который вокруг Вихри Абрикосова. Это один к одному. Или вокруг вот своей монополии Геракха, вот астрономическое время и вот потенциал которого Геракха, это один и тот же. И здесь, смотрите, вот неинтегрируемая фаза, это когда общий случай, когда у нас вот рот РА отличен от нуля, и у нас возникает поток магнитного поля. И вот Вей и Геракхич, Порше, они вот серьезно рассматривали вот неинтегрируемую фазу. Ну, Вей обобщал таким образом теорию Эйнштейна еще в 18-м году, что при параллельном переносе скаляра мы должны вот такой формулой пользоваться. Эйнштейн обругал и справедливо обругал эту теорию, потому что он говорит, вот мы возьмем атом водорода, перенесем различными путями с Земли на Солнце, и, поверью, у них будет разная частота. Я не верю, что частоты атома могут зависеть от их прошлого. Нет, я в это не верю. Но дело в том, что оказалось, и это понял первый Геракх, что таким скаляром является волновая функция, фаза волновой функции. То есть не все скаляры при параллельном переносе меняются. Есть такие, как частоты вот атомов, они, с ними ничего не происходит. Но не, 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 нет нужды требовать от всех. Вот что происходит при параллельном переносе. Здесь уже настоящий векторный потенциал. В 1926 году ФОК, в 1927, Фрис, Лондон, обнаружили такое свойство, это свойство калибровочной вариантности, уравнений квантовой механики, уравнения Шрёдингера, потом уравнения Герака, но вообще, Лейна, Грона, там, любых уравнений. Что если мы умножаем волновую функцию на фазу, зависящую от координаты времени, то при этом к электромагнитному потенциалу мы должны добавить производную радиент вот такого скаляра. То есть это как бы было простое, но очень важное наблюдение. И вот эти взаимодействия и их обобщения, они называются калибровочными взаимодействиями. Вот слабые электромагнитные, ну, теории слабых взаимодействий по существу не было, до тех пор, пока их не удалось объединить в электрослабые. А вот электрослабые, сильные, но уже квантовая громадинамика, это то, что вошло в стандартную модель. И гравитационные тоже, это все калибровочные взаимодействия. Ну вот авторы электрослабой теории, Стивен Вайнберг, Абдул Салам и Шелдон Глэшелл. В 79-м году они получили Нобелевскую премию. Это Салам получает Нобелевскую премию, он, к сожалению, уже давно умер. И вот, ну, как ругали Саламова, его еще Паули успел обругать за его идеи. Ну, он неосторожно назвал, почему она так скромно называется стандартная модель. Потому что называть, иначе попадет. Вот он назвал свою теорию универсальную, а Паули ему написал. Уже давно я ускорил правила, что если теоретик говорит универсальный, то это, скорее всего, означает несусветную чеку. И передайте наимущее пожелание моему другу Саламу, и посоветуйте ему заниматься чем-нибудь получше, чем вот такая вещь. Ну, вот здесь я хочу немножко рассказать о том, как нам всем повезло, что существуют слабые силы. Это Салам вспоминал свое детство в городе Джанх-Махияне, когда учителем показывал магниты, и говорил, что вот здесь есть магнитная сила между магнитами, но есть еще электрическая сила, но ее можно найти только в Ла-Коре, это столица провинции Джанх-Махияне. А существуют еще ядерные силы, добавил учитель, но они есть только в Европе. Вот здесь еще и слабые силы. И вот я хочу привести пример, показывающий, насколько слабые силы слабыми являются. Вот это котенок, а это как бы кусочек Солнца. И вот светимость Солнца, то есть энерговыделение на килограмм Солнца, это 2 на 10 минут 4 ватта на килограмм. А светимость котенка 5 ватт на килограмм. Потому что котенки процессы электромагнитные, а на Солнце слабые. Это же наше счастье, что Солнце горит миллиарды лет. Ну вот легко посчитать, что Солнце горит с такой светимостью, сколько бы оно горело. Ну получается 10-13 лет, но здесь ошибка, потому что сгорает на самом деле при превращении в водорода гелий только одна сотая часть, и горит одна десятая часть. Ну в общем, так. Ну вот это вот то, что происходит на Солнце. А вот это картинка из Мобилевской лекции Англера, ну где он рассказывает о том, что такое стандартная модель. Ну вот там 6 литтонов, 6 кварков, кварки выкрашены, и вот как устроен протонный литтон без кварков. И вот столько промежуточных бозонов. Вот дублёвая плюс, дублёвая минус, это переносы электрослабое взаимодействие, это армаэлектричество, ну потон обычный, 8 глюнов. И у всего этого еще есть античастицы. Так, ну это я воспользовался картинкой из этой лекции. Вот написал, то есть вот как происходит, например, превращение протона нейтрона на Солнце. Что вот 2 кварт переходит в 2 кварт, дублёвая плюс образуется, потом нейтринопатитрон. Это все можно разобрать. Теперь вот неабелево-калибровочная вариантность, она впервые возникла в работе Яна Данилса, 54-й год, и Яна, 56-й. Вот идея обобщить вот этот фазовый множитель на некую матрицу. И вот два примера этой матрицы. Вот в 67-м году Вайнберг рассмотрел два обозона Х, вот в теории электрослаба один, нейтральный другой, положительно заряженный. И вот некая матрица, зависящая от координат, которая перепутывает эти обозоны. И считается вот эти перепутанные нисколько не хуже и не лучше, чем вот эти первоначальные. И тогда уравнения Герак, которому подчиняются всякие волновые функции, или в других уровнях. Возникает дифференцирование вот этих функций. Мы должны вводить поля векторных бозонов, которые будут компенсировать эти производные. И возникает, в общем, W плюс-минус и Z0 бозоны. И там окна. Но они получаются безмассовые. Для того, чтобы им припадать массу, мы можем механизм ХИПСа. При этом двойное нарушение симметрии. Одно такое, как у ХИПСа, H0 под константа. А другое еще более смешное. H плюс равен 0. Вот, значит, без этих двух бозонов один остается, а другой просто большие выжили. Вот мы там нарушили симметрию. Ну вот, я просто хочу вам напомнить, зачем выкрасили кварки. Когда был предсказан кварковой модели, и открыто много них вдвоем, это частица, в которой все три спина торчат в одну сторону. Но это запрещено принципом ПАУ. Поэтому, значит, такой выход их положить. Ну, какое-то квартовое число, им приписать. Ну, назвали это квартовое число вот цвет. Выкрашители три цвета. Аналогия, совершенно аналогия тут полная с тем, что в химии. Мы знаем, валентность у природы это четыре, ну, обычная вариация в органической химии. Откуда она берется? Ну, нужно, чтобы четыре электрона, у них торчало четыре спина параллельно. Вот это отсюда четыре. Но это не может, в принципе, быть в основном состоянии, где всего два электрона, а эти спарены спины. Значит, углерод в природе, он живет в возбужденном состоянии, С1, П3. Значит, С1, уже квантовое число С. А тут П, ну, три момента, три проекции момента. И вот, например, откуда восемь глюонов и один фотон берется. Вот квартевые кроши, выкрашиваются. Потом матрица, которая вот их перепутывает. Эти квартевые нисколько не кушают. Чем вот эти. И отсюда возникает восемь глюонов и один фотон, как векторные бозоны. И тут механизм Хиггса абсолютно не нужен, потому что эти частицы, как были, как и остаются без масла. То есть они все такие же, как фотоны. Теперь вот вопрос. Куда же, при чем-то галстоновская частица и куда она делась? Вот, смотрите, вот англиер в своей левской лекции привел такую картинку. Вот смотрите, вот то, что мы делали. Вот это стрелочки, вот это бозон Хиггса, вот он пишет. Массивный скалярный бозон. А вот это синие стрелочки. Ну, его еще часто называют нампу галстона бозона. Вот он. То есть, что это значит? Это всего лишь, значит, вот что. Ну, вот эта картинка в увеличенном масштабе. Значит, красный это бозон Хиггса, а синий это частица нампу, то есть галстоновская. Значит, что это значит? Вот смотрите, напомним, что мы делали. Мы делали вот это уравнение. Мы делали сдвижку вещественную. Б минус А плюс Пси. А можно еще делать сдвижку к комплексу, чисто мнимую. Поэтому там на предыдущей картинке это как бы комплексная плоскость, и они ортогональные, эти веторы. Да. И тогда получается, что вот это поле Ф, оно безмассовое. Вот галстоновская частица. Теперь куда она делается? Она делась вот куда. Вот смотрите, давайте посмотрим на уравнение вея для нейтрина. Такими же будут уравнения, если масса электрона пренебречь. Уравнение герака для электрона. И вот уравнение герака с массой. Тут никакой Хиггс-кортипозон, никакого спонтанного нарушения симметрии не нужно. Тут вообще нет никаких проблем. Потому что вот у нас просто вот масса перепутывает все или все. Но это не так в этом, если у нас электромагнитное поле. Вот электромагнитное поле это только два вот этих уровня. И все хорошо знают, что у фотонов есть только две, у квантов электромагнитного поля есть только два состояния поляризации. Правый и левый. Но у частиц с массой-то их три. Вот откуда взять эту третью поляризацию? Вот смотрите. Вот возьмем уравнение векторного бозона в форме фрактана. Ну, существует много форм, но вот они экиволентны друг к другу. Вот в форме фрактана. Когда мы массу положим равной нулю, у нас получатся вот такие уровни. Вот еще нулевая компонента останется. А у нас ее нет. Где взяли? И вот проблема возникает из-за того, что нужно третье состояние поляризации где-то достать, для того, чтобы появились массивные векторные бозоны. Так оно берется, вот как это не я придумал, это, так сказать, фраза из учебника. Векторное поле съедает безмассовую галстоновскую частицу и приобретает массу. Вот для чего понадобилась галстоновская частица. Для того, чтобы векторное поле приобрело массу. Ну, а вот эта вот частица, ну вот, то, что в пределе получается в уравнении братка, ну, из других соображений, вот вектор Исакович Полубаринов, Игорь Васильевич, прошу прощения, агеринский Вектор Исакович, и Полубаринов, Игорь Васильевич в 65-м году предложили новую частичку, назвали ее НОТОВ. Ну, ФОТОН наоборот прочитывает. Вот это и есть вот этот НОТОВ, который как бы вот из галстоновской частицы превращается, ну, вот берется аппазон от Хиггсов как-то, который присоединяется вот сюда. Ну, в общем, во всем этом давно разобрались. Ну, вот теперь давайте еще раз, я прошу прощения, вот надо не опаздывать, что как раз мне 5 минут не хватает. Вот, значит, еще раз семинар в Церни посмотрим. Ну, и еще посмотрим, как им хлопают после Экгнобилевских лекций. Ну, это у Бога хлопает, все, мы наконец-то остановимся. И я заключение хочу, но все-таки Новый год впереди, это уже не обязательно, в общем, до конца, ну, что-нибудь повеселее, тут о многих взрослых вещах речь шла. Так вот, недавно в Харькове два концерта скрипичных было, на которых, на скрипке 1800, нет, скрипка 1753 года, а играл на этой скрипке внук Валентина Федоровича Алексея, которого зовут Михаил Заханов. Так вот, я хочу просто показать вам, куда уходят таланты теперь. Ну, это, в общем, называется все «Русская Австрия». Ну, сейчас он из Мюнкина приезжал, ну, просто вспомнить. Ну, тут, наверное, не все знают, кто такой Валентин. То есть, прошу прощения, Анатолий Заханович, а лекции, но тем, кто знает, мы будем это передать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Дмитрий Заханович. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ